Кстати, садоводов и огородников у нас, судя по всему, становится все больше и больше. За прошлый год количество индивидуальных жилых домов, в том числе построенных на дачных участках, выросло на 130%, сообщает Тюменьстад. Ну а с начала 2022 года риэлторы отметили увеличение спроса и на готовые фазенды. Мы, в свою очередь, также этой темой заинтересовались и решили обсудить ее подробнее с нашей гостьей. У нас в студии руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Сова» Олеся Чертищева. Олеся, здравствуйте. Добрый день. Ну давайте начнем с того, что есть такое мнение, что дачу, ну дачный участок лучше покупать осенью или весной. Согласны ли вы с этим? Вот дайте комментарий по этому поводу. Ну на самом деле я могу сказать, что именно дачный сезон, он имеет сезонность. В любом случае большинство дач приобретаются у нас весной, так как при первых лучках тепла все хотят поехать на открытый воздух, пожарить шашлыки и так далее. Соответственно приобрести себе дачный домик. Вот, поэтому сезонность она есть, больше всего приобретают в весенний период. При этом при всем весной у нас самый большой спрос и соответственно максимальное предложение на рынке именно дачной недвижимости. Ну а вот с точки зрения практичности, почему все-таки лучше покупать осенью или весной? Осенью скорее всего покупают те, которые хотят более выгодно купить, потому что к осени остается уже меньше предложений и в то же время можно купить по более выгодной цене. А также кто-то заботится о том, что я сейчас куплю осенью себе дачный участок и выйду, например, на следующую весну туда. То есть такие тоже есть предпочтения, поэтому здесь уже разнятся спрос. Но все равно хочу подтвердить, что большинство покупает в весенний период, чтобы летний период провести в соответственно свежем воздухе с семьей, с детьми. Хорошо. Ну вот мы понимаем, что спрос на дачи сохраняется, может быть даже растет уже несколько лет, вот как началась пандемия в течение двух лет. Выросли ли цены за это время? Конечно, я могу подтвердить, что стоимость на дачные участки, на загородные дома, она все-таки увеличивается. Но сейчас в настоящий момент у нас очень большое предложение, как загородных домов, так и дачных. Общество очень много, которые предлагают хорошие загородные выездные дома, дачные. В среднем мы можем сейчас предложить от 300 до 500 тысяч рублей небольшой домик. Это, конечно, будет не в городе Тюмени, то есть это примерно там 15-20 километров от Тюмени, то есть ну пригород ближайший, да. И, соответственно, это будет у нас летний вариант. Если у нас у покупателей есть немножко больше финансовых возможностей, то есть 500 миллион, ну хотя бы, да, вот в этой категории, то мы уже можем посмотреть более такой серьезный домик, который можно, например, уже круглогодично использовать. Ну и, соответственно, если лимит более миллиона там и выше, то там уже можно для постоянного, круглогодичного, соответственно, уже там это будет кирпичное, к примеру, исполнение там побольше соток и так далее. То есть варианты у нас в любом случае есть разные. Ну вот есть ли какая-то, может быть, средняя цена за квадратный метр, ну примерная какая-то? Как правило, в дачных вопросах мы квадратными метрами стоимость не меряем. То есть это больше всего относится все-таки к квартирам, то есть там мы можем измерять квадратными метрами. Здесь у нас немножко другое, потому что квадратный метр мы стоимость оценить не можем, так как может быть разный участок, где-то 8 соток, где-то 10 соток, где-то может быть домик 20 квадратов, а где-то 50. Поэтому все-таки спрос, он складывается от направления, где располагается та или иная дача, от того, все-таки какой сам дом, то есть из чего построен, круглогодичный или все-таки летний, например. Ну и, соответственно, конечно, важно само общество. Есть там дороги, магазины, ну и вот такие все важные моменты, которые они все-таки влияют на стоимость. Вот давайте про направления и общества, про товарищество садовое и так далее. Есть ли какие-то вот такие направления, где больше бюджетных предложений? Можете про какие-то рассказать? На самом деле я могу сказать, что можно по любому тракту найти бюджетное предложение. Они появляются постоянно, эти предложения, да. Ну, например, могу сказать, что если мы возьмем с вами направление Старо-Тобольского тракта, там мы можем спокойно с вами найти участок за 300 тысяч рублей, ну, к примеру, да, там с небольшим домиком. В этом году очень большим спросом начал пользоваться у нас Салаирский и Вележанский тракт. Там также мы сейчас открываем новые продажи в новых коттеджных поселках. Там можно приобрести земельные участки от 200 тысяч рублей, да. Также мы можем на эти земельные участки нашим клиентам поставить дома, утепленные, круглогодичные. То есть это тоже можно рассмотреть варианты, там от 500 тысяч рублей. То есть, в принципе, можно рассматривать любое направление и можно в любом направлении найти бюджетный вариант. Просто тут вопрос в том, где клиент готов. То есть если ему нужен пятый километр, да, от города Тюмени, то тут немножко будет подороже. Если мы можем отойти и смотреть, например, 20-30 километров от Тюмени, то мы можем в любом направлении найти такой участок. Какие сейчас вот направления наиболее популярны? Вот где тюменцы хотят купить дачу сейчас в основном? Ну, я, наверное, не открою никому секрет. Это у нас, конечно же, сейчас развивается больше московский тракт. Почему? Потому что там очень большое количество дачных обществ. То есть там просто их много и у клиентов есть выбор там выбрать, во-первых. Во-вторых, там хорошо ходят автобусные сообщения, то есть что тоже немаловажно для наших дачников, у которых, например, нет автомобиля. Ну, потребности разные бывают. Вот. Также большим спросом используется Салаирский тракт. То есть эти такие вот направления, которые, они более такие насыщенные в плане спроса. Есть направления такие, как Ирбитский тракт, но там, к сожалению, у нас не очень много дач, поэтому там в основном мы продаем загородные дома, дома для отдыха, в которых уже люди прошивают и меняют свою городскую суету, соответственно, свежий воздух. А вот если мы продолжаем говорить про дачи, то каковы сейчас предпочтения тюменцев по поводу того, ну, чем она застроена? Больше хотят покупать огород, больше хотят, чтобы баня была. То есть какой сейчас запрос? Как правило, больше всего люди обращают внимание, конечно же, на баню. То есть 80% запросов. Все хотят баню? Ну, конечно, чтобы они могли приехать, отдохнуть, сходить в баню и так далее. Сам по себе огород, он не сильно имеет спрос, но опять-таки тут тоже нужно смотреть на категорию. То есть есть, конечно, люди, которые живут в Тюмени, им нужен просто вот огород. То, соответственно, им уже, например, не так важна баня, к примеру. Ну, все равно больше спрос я бы отметила именно вот на такое, что это должен быть загородный дом, там не обязательно должно быть много построек. То есть этот домик может быть небольшим, он может быть летним, но дача, она, конечно, баня, она в приоритете. Согласна. А спрашивают ли про какие-то насаждения, деревья, вот про это? Есть ли запросы у тюменцев на это? Иногда бывают такие запросы. Это, конечно, касается больше людей, которые чуть-чуть постарше. То есть им действительно это важно. То есть если они заходят и увидят красивую яблоньку белую цветущую, то все, это плюсик этой дачи. Угу. Давайте скажем о таком вот важном моменте, когда человек собирается купить дачу, естественно, должно все пройти документально, ну, подтвержденно и гарантированно. Какие документы обязан предоставить продавец? На что надо обратить внимание? Мы всегда очень тщательно относимся к вопросу именно документации, потому что в дачах может быть очень много разных документов, которые могут быть и правоподтверждающими, и документами основания. О чем это я? То есть правоподтверждающий документ, это обязательно должно быть свидетельство о собственности на этот дом и на землю в том числе. Либо это может быть выписка из ИГРН. Действительно встречаются такие случаи, когда есть документы только на землю. В этом случае мы согласуем с покупателем, если он готов так приобрести, то сделке это не противоречит. Мы выходим на сделку. Либо, соответственно, второй вариант, мы можем оформить эти документы на дом, ну и, соответственно, уже клиент может приобрести дом и дачу. Если касается этой ипотечных сделок, то мы в обязательном порядке это делаем и, соответственно, собственникам помогаем это сделать. Также важным документом является документ, удостоверяющий личность. То есть мы обязательно проверяем паспорт, действительно ли собственник к нам пришел, действительно ли это его дача. То есть это тоже очень важный момент. И также мы обращаем внимание на предоставление градостроительного плана. Сейчас у нас город Тюмень очень активно растет, развивается, инфраструктура расширяется, поэтому, продавая дачные участки дома, мы все-таки обращаем на это внимание, обязательно это запрашиваем. Сейчас за последние несколько лет еще популярно стало направление аренды дачи. Вот договор по поводу заключения аренды, что он из себя представляет? Сильно ли он отличается от аренды, например, квартиры? На самом деле в аренде, если мы будем рассматривать этот вопрос, договор аренды является самым важным документом. И вот он может отсечь какие-то разные моменты, спорные ситуации. На самом деле он не очень сильно отличается от квартирного договора аренды. Основные моменты там должны быть обязательно, это... Давайте вот обозначим, что обязательно надо прописать. Паспортные данные, адрес объекта, который, соответственно, в аренду берется, прописывается размер арендной платы и порядок оплаты, то есть обязательно до какого числа это должно произойти, обязательно прописываются ответственности сторон, то есть кто за что отвечает в случае каких-либо моментов. И при этом мы в обязательном порядке составляем акт первой передачи. То есть мы прописываем, какое имущество у нас есть, какое передается в аренду, ну и, соответственно, за какое арендатор будет отвечать имущество. При этом сейчас уже чаще всего арендодатели дачных домиков, они включают условия залога. То есть также прописываем залог, на каких условиях передается и в каких случаях он возвращается. В финале нашей беседы вопрос о том, много ли сейчас действительно предложений и запросов по аренде? Запросы по аренде, они есть. Спрос увеличивается. Вопрос в том, что у нас есть в Тюмени небольшой дефицит именно дач, чтобы мы могли их предложить нашим клиентам. Многие собственники даже не подразумевают о том, что они могут очень выгодно сдать свой дачный домик. Который не пользуется. Который не пользуется, да, к примеру. Поэтому спрос есть. Большое спасибо, что вы нам во всем рассказали. Но, друзья, дачный сезон начинается, поэтому все бежим за дачами в агентство недвижимости «Сова». Олеся, вам хорошего дня. Желаем удачи в заключении сделок. Спасибо большое.